Помимо проблем с дорогами, автомобилисты города сталкиваются еще и с проблемой парковок. И отсутствие парковочных мест доставляет массу недобств не только автовладельцам, но и пешеходам. На Нерчинской автомобили напаркованы прямо на тротуаре. А людям деваться некуда. Им приходится обходить препятствия в виде машин прямо по дороге. Помимо проблем с дорогами, автомобилисты города сталкиваются еще и с проблемой парковок. Эта проблема повсеместная, и отсутствие парковочных мест доставляет массу неудобств не только владельцам машин, но и пешеходам. На Нерчинской автомобиле напаркованы прямо на тротуаре, а людям деваться некуда, и чтобы обойти препятствие в виде авто, приходится идти прямо по дороге. Как и где припарковать свой автомобиль, автомобилисты задумываются постоянно, но альтернативы, кроме как парковать где придется, больше никакой и нет. Поэтому приходится бросать машину прямо на тротуаре, перекрыв проход пешеходам. Одного автовладельца удалось застать в машине, но завидев камеру, он быстро завел авто, и его буквально сдуло с тротуара. А почему вы паркуете автомобиль на тротуаре? Здесь как бы люди ходят. А где? Собственно, все, что смог нам ответить владелец данного автомобиля, а где парковать машину. Но большие трудности от этого, безусловно, испытывают пешеходы, ведь тротуар – это пешеходная зона, а значит, никого, кроме людей, там быть не должно. Машины здесь бросают не только жители этих домов, но и сотрудники офисного здания, который находится чуть выше этого проблемного участка дороги. Даже там нет парковки, поэтому оставлять здесь машину для автомобилистов – вынужденное обстоятельство и привычное дело. А можно узнать, где парковать? Ну, на каких-то специализированных парковках. Где? Покажите, где? В местах, во дворе. Ну, покажите, где. Я не во дворе, я вот работаю в здании. Просто где я должна запарковать машину? Вы ежедневно здесь паркуете автомобиль? Нет, конечно. Если я рано приезжаю, там паркуем. Угу. Мы пешеходы испытывают трудности. А я стараюсь, чтобы пешеход прошел. Вы же стоите спокойно. Автовладельцы Баирады появлению здесь какой-никакой парковки, а ее здесь просто нет. Ни платной, ни бесплатной, вообще никакой. Дворы слишком узкие и маленькие, чтобы парковаться там, а гаражи тут тоже по пальцам можно сосчитать. Я спрашиваю, где мне ставить автомобиль? Вы мне скажите тогда. Специализированные парковочные места. Покажите мне ближайшее специализированное парковочное место отсюда. Я не автомобилист. Отлично. Тогда зачем вы мне спрашиваете то, в чем вы несведущие? Соответственно, если бы вы были пешеходом, вы бы понимали, за кого людям, когда они спешят? Я половину времени хожу пешком, половину на автомобиле у вас. А вам каково вообще здесь ходить, когда такой вот пуский проход? Мне очень плохо ходить. А если человек с велосипедометом? Нет, вы мне скажите, пожалуйста, если вы компетентны в теме, что вы предлагаете? Ну, в каких-то других местах парковаться. Отлично, покажите мне это место, я буду. Дальше куда-то отъезжать. Куда дальше? Ну, у вас разве здесь нет вблизи дома парковки? Нету. Вообще никакой? Вообще никакой, да. Нет, она есть, но она, к сожалению, занята машинами соседнего здания, офисного. А пешеходы вынуждены преодолевать такие препятствия в обход по дороге, где постоянно маячат машины. Сейчас вот, объезжайте мне. Ну, а что-то не вписались. Спасибо вам, ребятки. Вот что-то не вписались. Такая парковка небезопасна для всех участников дорожного движения. Для решения этой проблемы мы, как и жители этих домов, попытались обратиться в ГИБДД. Попробуем попозже. Около минуты мы стояли и слушали гудки. Телефонную трубку в дежурной части города никто не взял. Второй раз спустя 10 минут также послушали телефонные гудки и на этом всё. Соответственно, проблема такая осталась в подвешенном состоянии. Минус этой ситуации в том, что проблема есть, а её решения нет. Как вариант, эвакуировать отсюда пару машин и другие автомобилисты перестанут бросать транспорт посреди пешеходной зоны. Надеемся, что в скором времени сотрудники ГИБДД доберутся сюда и разберутся с незаконной парковкой.